Я рад приветствовать вас, с вами вновь Александр. Я сегодня расскажу вам о обновленной версии коляски от компании Valka Baby Snap Duo. Она обновленная в том плане, что по сути каркас оставили один, они изменили в основную ткань и изменили колеса. Но я немножечко освежу эту колясочку в вашей памяти и вкратце о ней расскажу. И покажу ее в комплектации 2 в 1 с люльками. Но сейчас уже стоят прогулочные блоки, поэтому сначала о них поговорим, а потом о люльках. Вот, смотрите, что касается самой коляски. Если не знаете, что такое Snap Duo, то в принципе сейчас все будет вам понятно. Эта коляска у нас для двоих детей сразу. В комплектации 2 в 1, естественно, с рождением. И максимальный возраст ребенка приблизительно 3 года. Сейчас я вам точно килограммы скажу. Так, у нас получается с 3 месяцев до, пардон, не до 3, до 4 лет. И ориентировочно там 15 килограмм вес одного ребенка может, в принципе, достигаться. Она выдержит. Вот. Что она из себя представляет, эти блоки? Блоки у нас, даже учитывая то, что она сдвоенная, они достаточно широкие. Насчет длины. Вот вам хорошо видно, блок длинный. Почти горизонтальное положение раз в 3 месяцев. Здесь градусов 175 железное есть. Подножка, естественно, регулируемая. Все это понятно. И подножка, кстати, видите, регулируется немножечко выше. Это очень здорово, когда маленького ребенка совсем катаете, чтобы он не сползал. Так, ну, естественно, для безопасности питочные ремни и бампера тоже есть. Бампера, кстати, здесь они... Сейчас вот с этой стороны лучше это делать. Они как калиточка, откидываются. Это очень удобно. Особенно, когда двое детей, один туда-сюда, лучше, чтобы все было оперативно. Благодаря такой системе это делается достаточно быстро. Так, вот смотрите, сразу положение лежа и положение сидя. С положения сидя нету 90 градусов, но, в принципе, нормальный наклон, чтобы ребенок не был сильно завален назад. Так, смотрите, что касается козырьков. Вот не очень я люблю, когда вот эта крышечка задняя, она на липучке, слишком много шума создает. Ну, в принципе, можно, если погода позволяет, отвернуть и закрепить с помощью специального крепежа. Вот, все. И вот так у вас будет сразу окошечко для того, чтобы могли следить за ребенком. Также можно сделать вот так и увеличить козырек на одну большую секцию. В принципе, козырек получаем большой. Так, а что касается самого шасси. Коляска, на самом деле, достаточно легкая, учитывая ее функционал. Она для двоих детей сразу. И точный вес коляски с сидением 11 килограмм 900 грамм. Для такого крупнейша это действительно легкая коляска. Шасси здесь металлическое, алюминиевое. Колеса передние раньше были сдвоенные. Сейчас одинарные. Одинарные колеса дают нам преимущество в том, что если мы хотим купить резиновые колеса, нам не нужно два комплекта покупать от обычного снапа. Сейчас подойдет и один комплект. Ну, естественно, они поворотные, блокируемые. Здесь вопросов никаких. Что мне нравится еще в этом шасси, то, что здесь действительно очень-очень большой багажник. Ну, он действительно очень большой. Вот вам хорошо видно. Он очень крупный. У него большой доступ. Ну, двое детей. Нужно в два раза больше места, естественно. Тормоз здесь самый-самый хороший. Сверху заблокировали и сверху разблокировали. Самый лучший вариант тормоза. Есть страховой такой своего рода ремешок, чтобы она у вас не катилась. Так, давайте теперь посмотрим, как она складывается. Убираем подножечки вниз. Для того, чтобы сложить у них вот тут сбоку кнопочка, ее нажимаем и потом кнопочку сверху нажимаем. И делаем вот такое нехитрое движение. Вот. И есть вот такой ремешок на плечо. В принципе, вполне себе можно путешествовать даже с такой коляской. Конечно, она не карманная, но и не гигантская. Вот таким образом ее, в принципе, можно поставить. Есть еще здесь две ручки, кстати, если вам вот так вот удобнее будет браться. Так, чтобы разложить, убираем фиксатор. И, собственно, можем эксплуатировать. Так, это что касается прогулочных блоков. Теперь давайте покажу, как сюда ставится люлька. Люлька вообще, в принципе, идет вот такая. В комплекте с люлькой уже будет идти такая перекладина, для того, чтобы вы могли ее установить. И два вот таких адаптера. Это комплектуется, каждая люлька по отдельности вот такими комплектующими. Если на случай, если вы хотите... Ну, у вас не сразу двое детей, ну, а по очереди. Там с интервалом год-два родился ребенок. То бишь, у вас один ребенок еще в прогулочке. И вы хотите в этой же коляске ездить с люлькой. Поэтому не проблема. Вот эти комплектующие вам понадобятся, которые идут в комплекте. Вот такой вариант вам я сейчас и покажу. А потом покажу, как две люльки сразу крепятся и что для этого нужно. Так, а сейчас немножечко переместимся во времени. И я ее установлю. Собственно, вот установили мы с вами люльку. Вот как это выглядит. Единственное, я хочу сразу пояснить, чтобы у вас, глядя на это, не было вопросов. Здесь, видите, сейчас нет козырька. Дело в том, что козырек здесь, он сдвоен. Его нельзя отсоединить и оставить один. Здесь вы или оставляете оба, или убираете оба. Поэтому сейчас мне просто так было удобнее. Когда я разбирал, я снял оба. Но на самом деле, если вы используете вот в таком виде, остаются два козырька на месте. Просто тот, что с люлькой, будет сложен все время. Собственно, и все. В принципе, это никак не мешает эксплуатации. Вот. Козырьки в стороночку убираем. С этим разобрались. В общем, вот как это выглядит. Здесь у нас постарший ребенок. Здесь у нас совсем маленький ребенок. В принципе, я считаю, эксплуатация удобная. Естественно, вот так вы не сложите. Это нужно люльку снимать и складывать уже отдельно с прогулочным блоком. Вот. Так, давайте теперь опять немножечко переместимся во времени. И я поставлю сюда две люльки. Единственное, для того, чтобы поставить две люльки, нам уже не получится использовать перекладины, которые я вам показал, что идут в комплекте с каждой люлькой. Нам понадобится вот такая большая перекладина. Она вот под ними здесь проходит, чтобы они не болтались. Одна на две люльки. Две те отдельные поставить не получится. Нужно их убрать и поставить одну длинную. Так. Ну, собственно, сейчас я вам все покажу. Так. Собственно, вот я установил сразу две люльки. Установил ту перекладину, о которой я вам говорил, которую показал. Она держит две люльки сразу. Вот. И, собственно, вот так это будет выглядеть. Точные размеры я ссылку в описании к видео кину. Пройдете, посмотрите. Там есть ширина, длина, все. И вы посмотрите, подходит ли она вам для тех мест, где вы будете эксплуатировать. Так. А что касается самих люлик. Люльки, естественно, раз здесь двойня, они будут чуть-чуть уже на пару сантиметров, чем те, которые обычно идут для одного ребенка. Ну, здесь приходится с этим мириться, потому что другого варианта здесь просто тупо нет. Вот. Так. Что касается самой люльки. Давайте я вам внутренности покажу. Так. Вот. Смотрите, как это все выглядит внутри. Да, она немножечко уже. Здесь тоже есть возможность закрепить ребенка. Вот. Матрасик, жесткое дно, все как полагается. И белый, приятный на ощупь материал. Козырек достаточно глубокий, вы видите. Здесь на козырьке есть возможность отстегнуть на, естественно, на обоих. Вот. И, соответственно, у нас здесь есть возможность проветривать летом. Ну, и фиксировать, конечно же, тоже есть возможность. Так. Так. В принципе, по люлькам добавить больше нечего. Стандартные люльки, как у компании Валка Бэйби в других обзорах я вам показывал. Но здесь у нас, получается, просто-напросто люльки чуть-чуть уже из-за того, что две сразу становятся. Так. Собственно, все, что хотел вам рассказать, рассказал. И теперь родители, которым очень повезло, и у вас двое детей сразу, у вас появился еще один вариант для выбора. Я считаю, вариант достойным. Валка Бэйби не стыдно всегда предлагать людям, потому что достаточно надежные коляски. Не проблемные. В принципе, вообще, в каких-то гарантийных случаях, единицы. Просто-напросто единицы из сотни тысяч, наверное, даже проданных колясок. Они реально очень популярны. Поэтому обратите внимание, если видео было полезно и интересно, ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на канал. Это помогает, меня мотивирует делать для вас больше обзоров. Вот, собственно, и все. И большое спасибо первой коляске за предоставленный обзор Валка Бэйби с Набдуом. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора колясочки для ваших карапузиков. И всего доброго.